Полная дичь. Возьми меня. Да, окей. А мы что? Обдержи. Ну что же, Костик, привет. Здравствуйте. В общем, Костик, очень рада видеть сегодня у тебя же в студии твоей. Вот, ты мой первый гость. Давай начнем с того, что сегодня ты меня ни разу не соврешь. Окей. Любые вопросы. Окей. Окей. Самый компрометирующий вопрос, например, не соврешь. Попробуем. Давай, смотри. Первое. Вот, что ты купил совершенно недавно. Да, окей. А, ну что? Совершенно недавно, что ты купил. Кроссо. Кроссо. Вот, это самое важное для танцора, да, надеешься? Вот, поэтому сейчас будем немножко в лес. Клади сюда свою левую ручку. И обещай мне, что ты ни разу не соврешь. Окей. Нет, говорю, обещаю Екатерине Евгеньевне, что ни разу тебе не совру сегодня в нашем интервью. Обещаю Екатерине Евгеньевне, что сегодня не совру. В нашем интервью. В нашем интервью. Хорошо. Хорошо. В общем, расскажи, пожалуйста, вообще о том, чем ты занимаешься. Ооо, я танцую. Он заклинил, его занял, ливен, делай даблкину или просто. Выпей воду, как на гриле, скоро будем с днем. Голоса утекли, теперь мы умрем. Сука, новый автомат. 47 косок, а мы палим города. Предпринимаю бизнес-решение. Руковожу танцевальной студии, танцую, веселюсь, организовываю мастер-классы, чемпионаты. Все, что в Омске крутое творится, иногда делаю я. Ты же еще снимаешь видео? Ой, бывает. Пора быть. Ну, я хотела задать тебе вопрос. Типа, у тебя своя команда. Два пилиала студии. Ты организатор. Тебе что, нехрен делать? Ты начал снимать видео? Время? Да, фига. Я сплю мало, и поэтому с утра просыпаешься и что-то охота делать. Хорошо, а вообще, как ты решил снимать видосы? Для чего это было? Снимать видосы начал для себя, потому что, типа, хотел крутую картинку, чтобы все круто, здорово смотрелось. Типа, ну, и те ребята, которые смотрят, чтобы им, типа, ну, глаз радовало. То есть, не резало, типа, в пикселях все. Вот, поэтому начал на айфончик снимать, потом вот камеру купил. Кость, расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя творческая деятельность в роли хореографа? Вроде хореографа или танцора? Давай, чем с танцором? Танцора. Я родился в городе Халачинске, это возле Омска. Вот, дома что-то плясал, что-то делал, кувыркался. Родители увидели рекламу по телеку, что набор группы танцевали на. В семь лет пошел танцевать. Меня еле как взяли, сказали, что слух хороший, но спина деревянная. Типа, не гибкий. Говорит, ну давайте попробуем, может что-нибудь-то получится. Вроде получилось. Ну, я бы не стыдалась, но не будем об этом. Да, не стыдалась. Вот, и все, начал там танцить. Потом в 14 лет, в 14-15 лет первый раз начал преподавать. Просто за бесплатно. Да, преподавал брейк. Терешки. Как там по-казахски? Сан-брейк? Нет? Да, не срать. Эд. Привет тебе. Вот, и начал преподавать. Понравилось, вкатило. Потом еще, 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 еще. Переехал в Омск. Поступил в колледж культуры и искусства в 17 лет. После 11 класса отучился, начал работать, танцевать, преподавать, ставить хореографию. Хорошо. А самое большое достижение... Впереди. Ничего не было? Нет. Ладно, самый провал давай. Самый провал, блин, ну... Тут с танцами или с чем-то вообще? Нет, вообще в принципе в жизни. Просто я... Ну, это уже, что ж... Это постоянный провал, давайте сразу... Конце видео ставим. Одни классы сорвались из-за того, что я просрался и... Короче, ничего не сделал. Это класс Ильехи Мечетова. Ну, а в каком году? Блин, я не помню. Подожди, мы делали бы с чем, второй раз пытались. У нас все сорвалось, мы, наверное, не набрали. Я написал Мечетному. Ну, что это такое? Восемь? 2008? 2009, скорее всего. Вот. Я написал Лехе, что давай мы сделаем классы. Типа, что чем-то не получился. Вот. И я не сделал афишу, не сделал ничего. За неделю он мне написал, говорит, Костяна. Оооо! Но! Но! Я извинился 300 раз, он меня отрудал сильно, прям. Я себя чувствовал, типа, самым плохим организатором. Ну, я видел эти, типа, посты, там. Вот, главный организатор, смотрите, никогда с ними не работайте. Вот, я был прям таким же. Вот, а до этого я организовывал уже классы, там, кого мы привозили, провидала. Российских не помню. Кот, короче, еще привозили. Вот. И вот я постарался так. Но, через год или через два, я пообщался, мы привозили Симбу, Байпика, Наргиз. Вот, я им всю эту историю рассказывал, они говорили, что, типа, ну, мы с Лехой поговорим. Вот. И потом мы начали работать с Максом Томиным, а он, типа, был знаком с Лехой. Вот, я попросил его написать. Ну, а сейчас в каких отношениях? Офигенных. Потому что, типа, ну, ну, по работе именно мы сразу скинули полную оплату за мастер-классы. Вот. И все, он прилетел, обнялись, пообщались, все круто. Смотри, успех для тебя. Это работа над собой или везение? Точно, не везение. Ну, хотя, если брать за успех, что-то там, не знаю, твой ролик взлетел, и, типа, все круто. Здорово из-за того, что какой-то исполнитель посмотрел твой видос случайно, типа, это возможно. Но в большинстве, как бы, если ты не стараешься, ты можешь стать успешным, но в ТикТоке, к сожалению. Смотри, критика в нашей сфере – это неотъемлемая часть. Вот как ты относишься к критике в свой адрес? В свой адрес, если это личная критика, в личном вообще нет. Очень круто. Засиралово – ой, фу. Ну, от кого ты принимаешь критику? От всех. От всех. В инстаграме. Я часто у ребят спрашиваю, типа, ну, катило-не катило. То есть мы с ребятами, допустим, сейчас тренем, они показывают свои хоряги, и мы их сразу обсуждаем. То есть, и, типа, это как не критика идет, как обсуждение. Потому что критика – это, ну, больше засиралово такое. Давай, по-моему, уже немножко начинающим танцором. Позовем Слескова. Как стать независимым от людского мнения? А зачем быть зависимым от него? Такой вопрос. Если ты задумываешься об этом, то у тебя проблемы. Поэтому, типа, ну, это нужно идти к психологу, потом на танцы, если ты от этого зависишь. Но танцы помогают раскрыться очень-очень-очень сильно. Вот. И многие говорят, что мы до этого были закомплексованы, а потом, типа, все нормально стало. Но мне кажется, что, как бы, просто вы нашли ребят, и то дело, которое вам нравится. То есть это не место, где вы избавились от всех комплексов своих. Это просто место, где вам нравится. И вы, типа, не зажимаетесь. То есть мне кажется, если комплексы есть, то с ними нужно бороться в тех сферах, где они есть. Кость, маленький блиц и прос? Давай. Отвечать быстро. Давай. Nike или Adidas? Nike. Лучшая команда? Ну, что? Овощи или туалет? Овощи. В туалет. В туалет все самое лучшее. Окей. Кофта, кепка? Кофта. Веришь в Бога? Нет. Почему? По кочерушке. Почему просто интересно стало? По кочерушке. Окей. Жду на себя на Алипугачо или поцелула Ивлееву? Ивлеева. Видео, танцы? Танцы. Чемпионат или мастер-класс? Чемпионат. Мишельбиц илья. Мишельбиц. Фак. Давай поговорим немножко о команде. Смотри. Тобой была организована не одна команда. Не одна. Как первая называлась? Организованная. Первая называлась подожди, поможем. Ну, не мной. У нас, типа, ребят много было, пять человек. В каком году она была? Ух ты ж. Ну, примерно. Второй курс, ну, восемнадцать лет, лет десять назад. Девять, девять, десять лет назад. Угу. Хорошо. А как пришла мысль вообще, что вот пора, остановиться новый уровень, делать дела, есть на чемпионаты? Ну, типа, мы сначала с ребятами просто тренили, кайфовали. Вот, но поняли, что, типа, народу заходят, нравятся. Смотрели другие чемпи, конечно, охота была, типа, показать себя. Вот, начали узнавать, где еще можно, где себя проявить и начали ездить. А есть ли принципы, которых ты придерживаешься при работе с командой? Раньше, да, сейчас нет. Почему? Ну, сам в это не верю, скорее всего. Ну, по поводу дисциплины, то есть, по, там, в Востоке приходят на тренировку, опаздывают, не опаздывают. То есть, раньше я был прям сильно категоричен. Угу. То есть, а сейчас как-то, ну, лояльно, как бы, и... Приходят, успевают, не успевают. Да, если мы разводим какие-то номера, и там, в начале в разводке нет человека, типа, ну, я бешусь. То есть, это дисциплина. Это именно в тренировочном процессе подготовки номера. Вот. А если это просто тренировка, то, ну, окей, бывает. Как бы, заставить не могу. Хорошо. Человек тренинг сможет тренировка. А сколько, например, вы тренинете перед чемпионатом? Ну, в день. В день, у нас понедельник, среда пятница, по два часа тренинг. И плюс прям за месяц до чемпа мы начинаем по воскресеньям по десять-двенадцать часов. Ну, это ужас, да. Ну, и при этом вы забираете хорошие места. Один раз. Один раз. Как говорится, один раз не IP. Да. По какой причине танцор может покинуть твою команду? По любой. Вообще по любой. А если по твоей инициативе? За что ты можешь выгнать женика? Ну, если он не приходит на разводки, то есть, если мы уже готовимся, то есть, я уже говорю, я не выгоняю, я говорю, ну, то есть, ты не сможешь нормально подготовиться, то есть, давай, сейчас мы съездим, и ты потом все свои дела решишь и придешь. Ну, понятно, что человек потом не приходит, что он готовится. Вот, выгнать, выгнать слизково, я знаю. Выгнать слизково. Возьми меня. Больше ребята сами уходят, потому что, ну, эмоционально давишь, потому что они, что-то у них появляется в другой голове и, как бы, пропадает какое-то желание, но они боятся что-то сказать, и ты начинаешь уже давить и говорить, что, ну, кому он, давай работать, вот, пропускать, начинаешь еще, типа, орать, и все, и они начинают сливаться, сливаться, сливаться. Ну, смотри, танцор уходит из команды по-либо причине, будь то студия, там, не будь то учеба, еще какие-то проблемы, да, денежные, может, в каких отношениях ты с ним остаешься, от чего это может зависеть? Со всеми ребятами, кто уходит нормально, правдиво, честно, говорят причину, офигенно общаемся. Те ребята, которые говорят сразу, ну, у меня нет свободного времени, да, Свидулин. То есть, есть ребята, которые уходят, говорят, у меня в это время, допустим, экзамены, репетитеры, подготовка, то есть 11 классов, типа, я, ну, сразу нормально, то есть мы общаемся. Вот, а есть ребята, которые говорят, у меня, типа, сейчас будет экзамен, у меня нет свободного времени, мне нужно подготовиться. Я говорю, ну, во сколько тебе нужно подготовиться? Когда? Давай расписание, что-нибудь, ну, как-нибудь поможет. То есть, ты к этому лояльно отношишься? Ну, как, сейчас ребята посмотрят и скажут, нет, они нас ругают, без этого, типа, там, посылают. Вот, но многие ребята просто врут. И это очень плохо с моей стороны, потому что я это вижу, всегда я понимаю, что они врут, вот, и я эмоционально добиваю их, чтобы они уже такие, вот, все, мы поссорились, ушли. Как и подготавливать конференаты? То есть, там, устраиваете круглый стол, все вместе обсуждаете все, либо ты сам пробиваешь, там, ту туру музыку мы возьмем, танцы будут вот такие, вот такие. Вот, я все сам решу, и ваше мнение мне неинтересно. Или же вы все вместе обсуждаете? О, пока что я бы хотел, чтобы у меня в командах были хореографы дополнительные. То есть, понятно, что если слушать всех, как бы у каждого своего мнения, и непонятно, что будет, получится солянка. Но я бы хотел в команде хореографов, пока, ну, потихоньку ищу, ращу, выискиваю. Вот, но принимай решение сам. То есть, сам выбираю корреки, сам выбираю треки. Понятно, что я прихожу, я их показываю, смотрю на реакцию, то есть, вкатывает, не вкатывает, что-то не вкатывает. И очень много раз мы ее просто берем, делаем и потом смотрим, снимаем на видосы и, типа, ну, зашло, не зашло. То есть, всем показываем и, если говорят, ну, реально не зашло, я не держусь за эту идею, что вот, все, у меня в голове картинка сложилась, я смотрю на реакцию. Потому что, если мы выступаем командой на чемпионате, мы должны получить реакцию сначала от зрителей и фидбэк от судей. Вот, если там в каком-то нашем кругу нету и здесь, хотя уход, фидбэк и реакция, то это убирается сразу. Жалел ли ты когда-нибудь о том, что принял не того человека в команду? Вот я, например, к тебе пришла заниматься, да? Ну, пришла, ты у меня видишь потенциал, но в итоге из меня, ну, нифига не получилось. Сегодня я хожу, там завтра не хожу. Ну, не жалел. Почему жалеть? Как бы они просто быстренько сливаются и все. То есть, тех, у которых нет желания, то есть, они увидели красивую картинку, такие, о, круто, я приду, выучу ему хорягу и буду круто танцевать. Нифига. То есть, нужно пахать, нужно работать, нужно понимать. И я не тот человек, к которому приходишь, выучил хорягу и умеешь танцевать. То есть, я помогаю, просто показываю свои техники, как я работаю с музыкой и пытаюсь что-то в ребятах раскрыть. То есть, если они не раскрываются, что бы я ни сделал, они не раскроются. И многие уходят, да, из-за того, что они получают какого-то развития. Вот. Но тут, скорее всего, не только во мне проблем. Ну, да, это понятно. Смотри, а если ты много вложил в ученика? Да. Постоянно с ним тренер, уделял ему какое-то... Ну, денег-то не вкладываешь. С лесков. Вкладываешь деньги с лескова? В стрижку бы, ну, вложил бы точно. Ну, я бы тоже, на самом деле. Скинемся, друзья. Ты вкладываешь ученика, в итоге ты видишь в нем потенциал, он от тебя уходит, начинает развиваться где-то сам по себе, открывает свои группы. Но ты понимаешь, например, что он еще не до конца вырос, что это лишнее, ему еще рано. Я ничего не вкладываю, я делюсь. Вот. Поэтому у меня нет такого, что я кучу времени в тебя вложил, кучу все остальное и вот, куда ты уходишь. Есть такое, я иногда такое говорил из-за того, что видно, что человек только начинает расти и все, его начинает сливаться. Вот. И ты уже начинаешь ему говорить, что, блин, ну, ты сколько времени потратил, типа сколько. Просто бывало то, что цеплялся за одного человека и сильнее начал в него вкладывать, параллельно, кроме тренировки, еще общаться, раскрывать его. Потом понимал, что, ну, ему это нафиг не надо. И тоже, ну, была такая обидка, что вроде бы начинал что-то вкладываться. Ну, по идее, я же просто делился. Ну, не, Костя, хочется узнать немножко о студии твоей. Вот в связи с пандемией, да, все перешли на дистанционное обучение. И твоя студия проводила онлайн-конкур, да, для человека. Ой, 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 ой. Вот, и было массу негативных комментариев. Вот расскажи подробнее, пожалуйста, еще что ты думаешь по этому поводу. Негативные комментарии – это хорошо, когда они негативные. Когда они оскорбительные – это суперплохо. Вот. Были три комментария, которые были оскорбительные. Были там личные сообщения студии и на показ, где люди, не знаю, это взрослые либо дети писали, потому что непонятные аккаунты были, ну, прям матами покрывали детей, нас. Вот, хотя мы сразу это специально сделали для того, чтобы просто, ну, кайфануть. То есть это не платно было, мы, наоборот, дарили бесплатные абонементы на месяц. Вот. И, ну, такого, что я там прочитал, не ожидал. Но осталось ли после этого желание проводиться еще такие онлайн-конкурсы? Онлайн-конкурсы – нет. А онлайн-тренировки? Ни в коем случае. Почему? Лучше ТикТок. Конечно, это тема вообще? Нет, ну почему нет? Онлайн я прям вообще не могу. То есть я посмотрел на это все, думаю, ну, хотя, стоп. Ну, стизи я, допустим, учу. Но это правильно преподнесу. Очень круто сделано. Ты можешь это сохранить, ты это можешь перемотать, ты это можешь посмотреть замедленно. Все классно сделать. Но вот онлайн, да, как бы вложено туда мало, взять телефон, поставить и просто там дать свою хореографию. Вот. Это то же самое, что тренинг, не знаю, в подъезде. Как бы ты вышел из дома, а ты можешь провести вот здесь тренинг, когда не было коронавируса, все остальное. Ты же ищешь зал, ты ищешь звук хороший, вот, там раздевалки и все остальное. То есть есть какие-то условия. То есть в онлайне я тоже считаю, что я хотел провести онлайн, я хотел отдельно ролики записать, а-ля с изи сделать, но понятно, что не такого масштаба, как приложение, сайт и все остальное, но хотя бы что-то. А ребята тебе писали с командой, что мы хотим тренировок? Я сначала у них давал нам задания, когда думал, что это неделю, полторы-две продлится, потом том, что это много, и ничего им не давал, и они не просили. Для нас это был крутой отпуск. То есть до этого мы там отдыхали только июль. Вот. И, ну, ребята отдыхали, я там работал. Для меня это был прям отпуск. Трехмесячный отпуск офигенный. Ты что-то не загорелся. Хорошо. Смотри, в твоей студии преподают твои ученики, подростки. Много, да, групп? Вот. Ну и слышала, и много отрицательных вообще моментов по этому году. Как тебе это? Ну, я не буду говорить, кто они будут. Отрицательных в плане преподавания? Нет, в плане того, что подростки не могут преподавать в студиях. Я преподавал со 14 лет. Если мне это нравилось, я это мог делать, и я мог чем-то делиться, я могу преподавать. То есть, по идее, мы можем работать, преподавать с детьми. Даже не с детьми, а официально можем работать с 14 лет, не больше, там, четырех часов в день, вроде бы. То есть, если ты хореограф, ты преподаешь час в день. Вот. А то, что могут ли они или не могут дать, я могу сказать, что ребята крутые хореографы в 25 лет ничего не могут дать. А ребята в 15 лет, мои ребята вот из команды, они сейчас свои хоряги делают. Ну, я офигеваю от того, что они делают. Я уже учу их хореографы, они у нас классы проводят, и это прям вау. А ребята тебе сами пишут, что Костя, я хочу преподавать, либо ты говоришь, вот тебе уже пора. Больше это идет, типа, в процессе. То есть, если я смотрю, что они начинают расти, есть потенциал, я начинаю с ними работать, больше им, типа, там, заданий даю, разговариваю лично и уже прилагаю. То есть, смотрю, если у них загорелось, если они хотят, то все, начинаем работать с ними. Начинаем преподавать и круто это делают. Давай затронем немножко организацию чемпионатов. Чемпионатов. И мастер-классов, друзья, затронем эти темы. Вокшопс. А помнишь ли ты свой первый мастер-класс, который ты организовал? Конечно. Кто это был? Бэм Мартин. Как все прошло? Сразу офигенно все прошло. Улетели в минус. Но Бэм Мартин я смотрел до этого лет пять. Это чувак с Америки. И как я смотрел за ребятами московскими, я увидел, что они делают тур по России и что они ищут в городах, в которых можно приехать. Я им написал. И мы организовали его класс. Какие сложности возникают при организации мастер-классов? Первая площадка. Потом количество людей на мастер-классах. Потому что разные площадки, разное количество. Удобность площадки, то есть это сцены, звук, все остальное. Удобство площадки. Правильно? И в первые разы был набор людей. То есть непонятно, нужно это народу или не нужно. То есть сначала мы набрали и поняли, что надо ребят как-то потихоньку эту культуру прививать, ходить на мастер-классы. Потому что мы думали, что мы привезем крутого чувака и все полетят. Не получилось. Смотри, очень много ребят из твоей студии приходят на мастер-классы. Это как ты говоришь? Все должны прийти на мастер-класс, который я организовываю. Либо каждый идет по желанию. Так, смотри. Поехали. Ребята, которые у меня занимаются в команде Бутлэйс в основном, они у меня ходят 100%. То есть сразу объясню, к чему я это веду. Потому что все ребята, которые приходят, я им говорю, ну вы приходите в команду, вы развиваетесь. Если вы хотите развиваться, вы должны ходить на мастер-класс. Это неотъемлемая часть. Если вы перестанете развиваться, у вас ничего не получится. И вы не получите того, зачем вы пришли в команду. Вот. Если вы пришли просто потанцевать, а не выступать на чемпионатах и круто себя развивать, просто, ну чисто для себя. Вот. То есть другие группы для этого. То есть у меня, мои ребята, которые в команду занимаются, они ходят 100%. Но есть у них, появляются такие вопросы, что нет денег. То есть мы все оплаты, все переносим, идем навстречу. То есть если нет денег, то, ну, этот вопрос решается. Вопрос с желанием. То есть иногда бывало то, что я прям заставлял. В том плане, что многие говорили, что типа, ну, это фигня. Потому что они уже сходили на кучу классов. Такие, ну, блин, мне не особо вкатывают. Я говорю, ну, давай посходишь. Если ты вообще ничего оттуда не вынесешь, я тебе деньги верну. Вот. Ребята выносили. Понятно, что не все мастер-классы всем заходят. Поэтому мастер-классы есть, чтобы вы искали себя. То есть пробовали все и где-то в чем-то себя находили. Вот. Но ребята, которые у меня занимаются, я окружил себя ребятами, которые хотят этого. То есть если приходит новый человек, и там есть там этот человек, который не хочет этого, то есть мы достаточно быстро с ним прощаемся. Потому что он не растет. А другие студии? Вот были моменты, когда я даже вот ребятам из некоторых студий в городе Умска не вижу на твих классах. Ну... Нормально ли? Если сказать так, что типа из другой студии не ходят, потому что это мы делаем, мы нигде не афишируем толком, что это мы делаем. А обычно это идет как, ну, Костян привез кого-то опять. И все, все идут. Сейчас нормально пошло. То есть сейчас типа такого прям все, кто реально хочет, они приходят. Ну раньше же это было, если знаешь. Ой, это было ну очень давно. И мне кажется, не в Омске даже. Потому что, ну, всегда ходили. Понятно, что мало людей ходило, многие, допустим, просто не знали. То есть есть такая проблема, что, ну, хореографы не всем рассказывают про мастер-класс. Ну, я тоже, мне бывает, что мне там, кто организовывает мастер-класс, присылают сообщение, что типа, ну, расскажи своим ребятам. Я иногда отсылаю, иногда забываю. Вот, потому что, ну, допустим, мне самому не интересно. То есть я тоже за развитие, но иногда как бы эту штуку пропускаю. МК ты больше организовываешь для своих ребят, для их развития? Либо уже для всех, для Омска? В основе, сначала я начал это делать для своих ребят. То есть для окружения, которые вокруг меня, типа, с которыми я танцую. Вот, но потом понял, что другие ребята точно тоже начали танцевать. И больше я делаю это для Омска. Ну, это так прям, для Омска. Вот, но я делаю это для танцоров, которые здесь есть. Короче, Костя, это время, да, должен был состояться чемпионат в Бэйс-Чемпунск, все выплачивают дружно. Вот, но, к сожалению, он не состоялся. И, если не ошибаюсь, должно было 700 участников быть? Или больше? 700. Вот, как тебе удалось сыграть такого количества человек? Какие регионы подавали заявки? Во-первых, как бы у нас наша студия участвует, участвуют все наши группы. То есть это уже, там, 20 команд примерно, 18. Вот. И все остальные студии в городе тоже захотели участвовать в чемпионате. То есть все, ну, мало кто заявки оформил, но мы лично с ребятами описывали. И многие сказали, что они, да, точно будут, сейчас мы зарегистрируемся, все нормально. Вот. И потом, не давая никакую рекламу, то есть просто у нас, ну, классные видосы, с чем-то все остальное. Ну, ребята начали видеть, и... Нету бабу, да? Рекламу. В тот момент не было. То есть они должны были прийти, эти деньги, и сразу же вложиться. Вот. Но мы еще не дождались того момента, когда придет оплата. Потому что мы не зарегистрируемся. Да. Вот. И с других городов, ой, на Василь должны были приехать. Казахстан, международный конкурс, получается, еще какие-то города были. Ну, и Кемерово. Иногородник не сильно много, но достаточно. Костя, ты классный организатор. Хороший хореограф, и мне за это ты не заплатил, конечно же. Да? К сожалению, мне за это ты не заплатил, но я тебе говорю, потому что это все так. Почему ты не даешь свои мастера? Мастер-класс. Начнем с такого слова, которое называется мастер-класс. Я провожу тренировки. Вот. Если я даю мастер-класс, то я чему-то сильному учу. То есть, тому, что я прям, ну, очень много лет на это потратил. И я знаю все, что там есть. Вот. Поэтому у меня есть маленькая неуверенность, что я не все знаю, не все могу. И не настолько интересный, возможно. Но это уже чисто в себе. То есть, я не чувствую, что я могу дать мастер-класс. Я могу провести тренировку. То есть, если вы мне там, не знаете, скажете, что у вас в Нарснабе нужно провести тренинг без проблем. А если дать мастер-класс, уф. Ну, вот смотри, я тренируюсь в другой команде. Ну, там еще девочка в другой команде, мальчик в другой команде. И вот мы хотим выучить твою хорябу. Ну, вот очень хотим. Но нас таких много. То есть, ладно, мы тебя можем себе позвать. Ты придешь, конечно же, и ты сделаешь бесплатно. Надеюсь, да? Это на будущее. А ребята из других команд, из других студий, они тоже хотят у тебя позанимать, например. Но у них нет возможности к тебе ходить по времени. Как быть? Проводить мастер-классы. Я над этим работаю, но у меня есть такой барьер, что мастер-классы я привык их организовывать. Это прям я обожаю это делать. Все это красивенько, классненько преподнести. Но сам чуть такой страх есть. То есть у меня... Раньше я часто мастер-классы проводил, когда мы с помощными делали, но мы их делали бесплатно. И это больше не мастер-класс был, а тусовка. То есть мы там учили, что получалось, что не получалось, все забили и начали просто джемить, танцевать и все. А приглашали тебя дать мастер в другие регионы? Нет? Приглашали... Друзья приглашали из Казахстана. Приезжал в два раза класса и давал в Астане. Один в другой в Петропавловск. Да, Петропавловск. Вот. И здесь только в Омске. Ну и вот сейчас недавно меня должны были пригласить в Барнаул. Дать классы на орто-чемпионате. Но не получилось дать. Смотри, мне странный вопросик. А сколько тебе платят за мастер-классы? За классы вообще... Если в Омске, то это типа тысяча-полтора часа. То есть, ну это если кто-то просит тренировку провести. Вот. А по классам, я не знаю, какой ценник выставлять, мне написали, допустим, в Тюмени. В Барнауле его классы должен был давать. Мы писали что-то там на 15. Ешовка. 10-15. Ешовка. За один класс и судейство. Ладно, хорошо. Вот у нас много хориогов. Они работают на одно дело, это развитие натуральной культуры. Или каждый сам за себя, по-моему, не общаетесь никак. С хориоговыми мы общаемся, но часто непонятно, что, чего, кто хочет. То есть, по-моему, видно, что они хотят тут чуть подрасти, денежку подзаработать, типа, быстрее куда-нибудь свалить. Вот. Я сторонник того, что нужно не сваливать в то место, в котором, типа, кайфово, а делать то место, в котором ты находишься, делать кайфово. Вот. Я больше эти... Красиво сказалось. Цептаты, ВКонтакте, каждый день чекают. Красиво. Вот. По многим это видно. То есть, что это все наиграно, что как будто, типа, да, мы только за развитие здесь, давайте развивайтесь, но быстренько сваливают. Но есть ребята, которые, типа, прям, просто круто это все делают, и им пофиг, где ты находишься. И эти ребята намного открыть. Ладно, смотри, давай ближайшие планы твои. Чего нам ждать? Может, нового видоса будет классного, который я прокомментирую, наверное, или нет, я не знаю. Короче, смотри, три коряжки уже сделаны, сейчас четвертая делается, сейчас будут видосики на них. Сто процентов. Со мной. Говняные? Нет, ни в коем случае. Ну, тогда точно говняные. Только из ТикТок. В ТикТоке не снимаются. Меня учили. Придеть. Дебилы. Это мы оставим сто процентов. Ну, дебилов убрать с тренировок надо. Видосы, работать, как все разрешат. Начнем с 21 года проводить мастер-классы, чемпионаты. Все остальное. С 21? Да, это сто процентов с 21, большие мероприятия начнутся с 21 года. Ну, потому что на классы ходят больше ста человек, на чемпионаты, даже на арт-стории, там, зрителей было что-то свыше 500 и участников курсов. Ну, от истории я победителя была. Ну, вот это так просто. Была. Была. Ладно, смотри, Квозь, давай поиграем в мини-игру. Давай. Играл в Sims когда-нибудь? Да. Моя не. Ну, смотри, будем составлять идеальный танцор. Давай. Вот, сверху вниз. Вот я, например, беру голову Изабель, да? Давай же омски. Ну, господи, ну, нравится мне, ну, ё-моё. Давай омски танцоров. Идет все не по плану, дорогие друзья. Да, это все круто. Ладно, хорошо. Давай, начинай. Так, прическа точно Миша Малыш. Погласим. Миша Малыш. То есть, она нас на башке, и все круто, здорово. Руки Саня Загородников. Это мой тренер, на самом деле? Да, плохой, конечно, он. Ну, а я так и считаю. Ничего. Дальше, да? Получается, смотри. Ноги, себя нельзя брать, да? Лицо. Ну, не мила. Ладно, лицо оставим твое, наверное, да? Нет, ни в коем случае. Ну, с лицкого можно лицо взять, потому что он такой цыганенок красивый. Черт. Цыганенок красивый. Вот. Ноги. Корпус, корпус, корпус. Корпус белиный я кого-нибудь на скольчика бы взял, потому что дэн-скольчики очень круто с корпусом, с грумом работают. Какого? О, Даша, мать. Ну, вот чисто я не профессионал, типа, но мне нравится, типа, как корпусом работают. Корпусом я, кстати, взял бы еще Керешкин, когда он будет... Вроде, типа, прикольно чуть-чуть. Животик оставляем двой? Да, без проблем. Ноги. Ноги, 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 ноги. Блин, я бы взял свои ноги. Я не знаю, я смотрю свои видосы, мне прям вкатывают ноги. Я, подожди. На минуточку. Вот, мне прям нравится, типа, как я танцую ногами. То есть, что необычно я видос смотрю, а так у меня коп опускается, и все, я чисто на ноги смотрю. Окей. Голосы. Миша Малышев. Лицо. Слизков. Слизков, цыганенок. Ручки у нас Сашина остаются. Корпус. Либо Терешка. Либо мальчик-девочка, да? Да. Даша Артем. Либо Даша Артем. А Мишель Биц и ножки твои остаются. Кроссовки. Новые кроссовки. Это не реклама. Обреждаем. Обреждаем. Ладно, Костя, спасибо тебе большое, что ты был со мной. Да. Я очень рада вообще, что ты мне все рассказал. Я надеюсь, ты любылся надеюсь? Да, да. А мне с тобой нет. Но это совершенно не важно, потому что это мое мини-шоу. Я, наверное, приглашу тебя куда-нибудь еще. Может быть и нет. Посмотрю, какой будет выпуск. Что ж, я была рада тебе видеть. Счастья, здоровья и мужа богатого тебе!